Девушки отдыхают Что такое йодель и кто умеет петь в этой манере? Как сочиняют музыку и чем увлекался великий композитор Александр Бородин? Впереди Молсток! Не переключайся! Да, с каждым разом всё интереснее! Ц-ц-ц! Не мешай, не мешай! Я сочиняю своё первое творение! Творение? Да это кафония какая-то! Что? Да художник! Да композитор каждый! Обидеть может! Не обижайся! Лучше давай спросим у профессионала, как стать настоящим композитором? И вообще, что это за профессия? Давай! Алсейда музыкант, певица и композитор Сейчас она готовится к уроку, на котором её ученики будут разучивать её же новую песню Перед занятием мне удалось побеседовать с Алсейдой И побольше узнать о том, что же это за профессия композитора Алсейда А как композитор пишет музыку? Филя, какой интересный вопрос Сначала рождается вдохновение Нужен какой-то определённый толчок, особое настроение Я, например, могу сесть за инструмент и начать наигрывать какие-то аккорды Рождается какая-то мелодия А иногда сразу и текст И вот так может родиться песня Откуда берётся вдохновение? Вдохновение берётся отовсюду Это эмоции, которые ты испытываешь Они могут быть разные Весёлые, грустные Иногда могут быть даже злые А какие способности должны быть у того, кто хочет стать композитором? Ну, конечно же, в первую очередь наличие музыкального слуха и ритма Например, Пётр Ильич Чайковский слышал звуки музыки в своей голове уже с детства А Моцарт написал своё первое произведение в пять лет Ну, конечно же, самое главное – это наличие таланта Стать композитором можно, окончив консерваторию Но Алсейда обучилась этой профессии в другом учебном заведении Я окончила музыкальный университет в Лондоне Обучалась современному искусству исполнения популярной музыки По классу вокал У нас было много разных предметов И один из таких предметов – это была композиция Где нас учили писать и сочинять музыку А что должен обязательно знать о музыке композитор? Музыка – это язык чувств Ты обязательно должен знать и понимать, как выразить свои чувства правильно И донести это до своего слушателя А уметь играть на музыкальных инструментах обязательно? Конечно, обязательно, но есть исключения Сейчас в современном мире есть различные программы Где ты можешь, если у тебя есть прекрасный слух Ты можешь просто садиться и пробовать писать музыку даже без этого А на каких вы играете инструментах? Я играю на фортепиано Также я играю на бендери Это турецкий народный инструмент И сейчас учусь играть на гитаре А почему, говорят, композитор пишет музыку А не композитор придумывает музыку? Ну вообще, изначально, конечно, ты придумываешь музыку Но тебе нужно перенести это на бумагу Либо в компьютерную программу Для того, чтобы потом это аранжировать Поэтому композитор должен обязательно знать нотную грамоту И хорошо ориентироваться в музыкальном пространстве Алсейда разрешила мне посмотреть, как проходит репетиция Ух ты, как классно дети поют новую песню Алсейды Мне тоже захотелось попробовать что-то исполнить вместе с ними Ребята предложили мне упражнение для голоса Ми-я-ми О, вместе лучше получается Еще раз Ми-я-ми Мы молодцы А пока пускаюсь танцы Мне очень понравилась новая песня Алсейды И, конечно, я чуточку больше узнал о том, как работает композитор а на сегодня это все время знакомиться это александр порфирьевич бородин известный русский композитор в девять лет он написал свое первое музыкальное произведение польку хелен свободно играл на флейте фортепиано а позже освоил и виолончель послушай фрагмент из его оперы князь игорь бородин одновременно с музыкой занимался медициной и руководил химической лабораторией совершил несколько важных открытий в области химии вот такой легендарный человек яблоко орех хорек кощей ой но и краткое сложно придумать подсказать ну давай но только чуть-чуть я быстро догадаюсь я умный хорошо это слово связанное с музыкой это такой бокальный прием а ее да а ты знаешь кто из юных артистов умеет исполнять йодель знаю дивана анкудинова не переключайся и познакомишься с дианы прямо сейчас я иду в гости к юной певице диане анкудиновой говорят она умеет петь йодель привет каркуша заходи ну да у дианы дома так интересно здесь призы за победы в телешоу и вокальных конкурсах здесь фотографии а здесь у нас что ой обезьянка диана а чем ты ее кормишь живыми гусеничками и сверчками хочешь я нет тогда она съест обезьянку зовут тося диане ее подарили поклонники а еще у певицы есть кошка соня и собака люся как же с ними тося уживается кошка и собака обезьянов боятся потому что тося более высшего уровня ума так скажем и они это чувствуют и понимают поэтому они к ней не лезут животное это только хобби а вот настоящее призвание дианы музыка на своей домашней студии она записывает новые песни в стиле фолк рок и поп фолк как бы шторм не бил знаю хватит сил я с любой волной справлюсь два года назад девочка из города тольятти покорила зрителей сильным голосом и необычной манерой исполнения как бы шторм не бил знаю хватит сил я с любой волной справлюсь такое пение называется йодель его изобрели альпийские пастухи для переклички сейчас это традиционное пение в австрии и швейцарии йодель это одна стилизации вокала считается очень сложным очень сложной техникой но и мне надо далась очень легко это тирольское пение мне очень понравилось пение дианы но не буду я больше отвлекать ей пора возвращаться к занятиям она учится в театральном институте на факультете артист эстрады спасибо тебе за гостеприимство была рада с тобой познакомиться и желаю тебе творческих успехов спасибо что зашла приходи еще а на сегодня все слушай музыку а еще смотри мусток на следующей неделе обещаем будет интересно пока пока